Друзья, всех приветствую! В этом видео мы продолжим укладку керамогранита 1200 на 200. Раскладку делим на три части, чем-то похоже на ламинат. Это плитка от керамоморации и она слегка горбатая. На серединку плитки я давлю всем своим весом и пристукиваю, чтобы хоть как-то выровнять ее. Зазор я фиксирую вот такими вот подковами в полтора миллиметра. Ну и тут видно, что лишний клей выдавливается. Это говорит о том, что заполняемость клея 100%. Ну и между дверьми и плиткой я вставляю подковы в 1 миллиметр. Этого достаточно, чтобы потом нанести туда силиконовый герметик. Ну и вот так вот одна за одной потихоньку производим облицовку пола. Далее мы зафиксируем плитку вот такими вот клиньями. Я уже показывал и рассказывал в первой части про эту систему. Ну а кто не видел первую часть, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Ну а это у нас вторая часть. И я еще раз повторюсь, чем же эта система хороша. Сама система от завод Пластик Руси. Я также оставлю ссылку на эту систему, где я ее брал. Итак, как вы уже заметили, что система немного отличается от других. Она довольно-таки большого размера, а у самих клиниев посередине идет прорезь. И это нужно для того, чтобы мы смогли просматривать примыкание плитки. Тем самым мы можем прижать сразу три плитки в одну плоскость. И проконтролировать все соединения. Ну а качество пластика сделано таким образом, что при затяжке она не растягивается. И долгое время остается в фиксированном положении. Тем самым мы добиваемся хорошего качества. В дальнейшем я покажу результат. Справа от меня деформационный шов. За счет этого середина слегка приподнялась. И поэтому приходится немного ровнять клеем. Продолжаем укладку. Ну и где она плохо сидит, продавливаем и пристукиваем. Ну и вот наша система. Она находится в такой большой упаковке в количестве 500 штук. Работа идет быстро, ну и система сильно выручает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, система мне понравилась. Работа идет быстро и непринудительно. Многие могут спросить, зачем эта двойная работа. Система плюс подковы. Дело в том, что подковами легче проконтролировать ровный и одинаковый шов. Ну и в последующем легко удалять СВП. Субтитры создавал DimaTorzok Сделали какую-то часть работы. Вот так вот переходим из комнаты в комнату. Две уже готовы. Ну и на следующий день удаляем систему. И как вы видите, удаляется система намного легче с применением подков. Далее отрежем плитку. И обойдем дверной проем. КОНЕЦ КОНЕЦ Приятно работать с этой системой от завод Пластик Руси. Все идет четко и получается вроде неплохо. Здесь уже удалили систему. Смотрится довольно таки неплохо. Ну что ж, продолжаем облицовку. Полов напольной плиткой. КОНЕЦ Вам покажется, что я применяю слишком много СВПшек. Но нет, это для того, чтобы поверхность пола была идеально ровной и в одной плоскости. Ну что ж, большую часть мы сделали. Ну и сейчас, как я и обещал, я покажу результат. Здесь плитка уже затерта. Затирка применялась от мопей. Вместо воды применяли латекс, чтобы повысить качество. Друзья, кому информация была полезной, ставим пальцы вверх. Кому нет, тоже. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok